Чтобы остановить распространение заболеваний, нужно знать много важных правил, которые касаются не только людей. К примеру, труп погибшего животного нельзя так просто закопать в земле. Почему это может быть опасно для человека, узнаете в рубрике «Ценный выбор». Смерть домашних животных для многих равносильно потери члены семьи, и похоронить питомцев хозяева стремятся по-человечески. Но если сделать это не по правилам, захоронения могут представлять угрозу для людей. Например, стать источником болезней, общих для человека и братьев наших меньших. Кроме того, трупы животных могут привлечь лесных хищников, которые окажутся в опасной близости от населенных пунктов. Чтобы избежать этого, хоронить питомцев необходимо под контролем ветеринаров и по установленным правилам. При гибели животного, владельцу животного, необходимо обратиться к государственному ветеринарному врачу. В настоящее время это у нас станции в Иркутской области, их 15, и они осуществляют осмотр павшего животного и уже определяют порядок уничтожения данного животного. Врачи определяют причину смерти и отправят труп на аккремацию. Процедура проводится в специальных печах-инсинераторах. В распоряжении службы ветеринарии Иркутской области есть не только стационарный, но и мобильный инсинератор. Он используется для уничтожения опасных биологических отходов, которые нельзя транспортировать. За неисполнение правил захоронения умерших животных установлены серьезные штрафы, размер которых для физических лиц достигает 5000 рублей. По запросу владельца после кремации ему выдадут урну с прахом питомца. И человек, для которого умершее животное было членом семьи, сможет сохранить память о нем, не нарушая закон. Данил Седов, Ольга Полянская. Новости по будням.